Привет, друзья мои! Хотел поговорить с вами вот о чем. Недавно только мы все с вами обсуждали момент, когда были арестованы практически все замы генедиректоров МТЗ и БелАЗа. Я так понимаю, что на других предприятиях тоже подобные вещи были, но вот конкретно вот эти два предприятия мы с вами обсуждали и перечисляли фамилии этих людей, которые арестованы. Сейчас становится понятно, за что именно их арестовали. их арестовали за финансовые махинации и все это проходило в течение более чем 10 лет и все это ну там огромная сумма. Дело в том, что стоимость закупок, которые производят эти предприятия на других предприятиях, смежниках и так далее стоимость этого завышалась в другой раз в десятки раз и это происходило очень долго. То есть это происходило где-то с 2010 года и украдены были я так понимаю, наверное, десятки миллионов долларов никак не меньше. Возникает, конечно, вопрос а куда смотрел что там, что там гендиректор? То есть он как? Он в воздушном пространстве витал, он был не в курсе происходящего? То есть ну как-то слабо в это верится? Или же гендиректор вообще не появлялся там на работе никоим образом? Или я не понимаю, что происходит? Второй момент это то, что они все, естественно, были преданными ябатьками членами вот этой вот мафиозной лукашенковской комарилии и видите, когда дела идут хорошо у них более-менее они вот такие вот мелкие шалости ну украл он там на 10 миллионов подумаешь делок-то свой же человек хороший, правильный человек не замечали а когда дело пошло пахнуть керосином и, собственно говоря хунта приходит рано или поздно к своему позорному концу и у хунты просто банально больше нет денег вот тут вот она начинает вспоминать о давних грешках собственных членов и пожирать тех пожирать тех кто ее когда-то поднял в классе в частности вот этих так называемых мы их в Украине называем красных директоров которых мы уже повышвыривали к чертовой матери уже довольно давно но нас и госпредприятий не так много осталось а у вас там почти все государственное сейчас вам еще предстоит история с этим всем но не важно то что можно сказать, друзья мои ребята проворовались ребята проворовались по-крупному проворовались в течение десятков лет украдены сумасшедшие деньги сказать, что об этом никто не знал тоже невозможно почему не тронули гендиректоров отдельный вопрос что это даст их посадят да, их посадят я думаю, что посадят на этот раз потому что они больше никому не нужны они отработанный материал заводы эти идут и один, и второй судя по всему на продажу а дальше скорее всего пойдут на распил и на вывоз на металлолом они пойдут я об этом рассказывал уже ни разу, ни два что их всех ожидает я просто не верю что Россия будет поддерживать находящиеся под санкциями предприятия что МТЗ что БелАЗ что МАЗ это абсолютно не важно какой из них тут можно эти названия наслаивать одно на другое Ньоман и так далее и так далее они все попали под санкции и им всем хана я рассказывал тысячу раз почему им хана вот то есть к тому же к этому всему надо добавить что на этих же предприятиях происходит еще и увольнение рабочих то есть с одной стороны вроде бы оппозиция говорит не выходите на работу там ковид и так далее и так далее не выходите на работу потому что ну хотя бы можете отмазаться что вот мы а мы заболели а тут предприятия берут оставляют без головы ну понятно голова плохая но еще и рабочих берут увольняют причем увольняют таких рабочих которым заменить то неким потому что увольняют людей с 20-летним стажем. А ПТУшников ты уже особо не найдешь и не поставишь. Да уже и поздно, собственно говоря. То есть к предприятиям относятся так, как будто они идут под нож. Не знаю, но вот как-то так получается это все. Ну что еще можно сказать? Что МТЗ, что БелАЗ остаются без головы. Остаются без головы как раз в преддверии того момента, когда их продадут какой-то российской фирме однодневки. Ну значит что? Распиливать эти предприятия на металлолом будут уже другие заместители директоров. Можно только представить сколько и как они наживутся на этом всем. Вот собственно и все.